здравствуйте вы смотрите программу реальные кадры с вами мария шматкова сегодня мы находимся в селе уборы ровно год назад мы были в этой точке вместе с главой сельского поселения успенской владимиром горяевым сегодня мы снова здесь владимир владимирович тогда это место было огорожено металлическим забором здесь была развернута стройплощадка не было ни газона ни дорожек не лавочек и самое главное не было яблок с яблоками владимир владимирович как вам удалось создать такой потрясающе красивый оазис самом сердце села уборы да мы с вами здесь селе уборы это одна из лучших детских площадок которая находится на территории сельского поселения успенское и хочу буквально немножко уйти в историю всего полтора года назад на этом месте была огромная мусорная свалка и вся работа началась с вывоза порядка 500 кубов мусора и после этого закипела работа и мы помним что благодаря нашему инвестору татьяна борисовна черных которая вложила сюда денежные средства и получилась такая прекрасная детская площадка которая комбинирована здесь мы наблюдаем с вами сад да действительно уже в этом году мы видим урожай и урожай неплохой уверен осенью мы увидим уже полноценные яблоки но тем не менее вы видите что детская площадка имеет и игровую зону и зону воркаута и самое главное вот она уже у нас с вами в эксплуатации один год посмотрите ни одного акта вандализма то есть люди созидая и создавая своими руками берегут эксплуатируют и я уверен за такими площадками и за таким отношением будущее ну прям маленькая швейцария ни одной бумажечки ни одной мусоринки вся травинка подстрижена просто листочек листочку да мы готовились к приезду вашему подготовились он это конечно шучу но на самом деле данная площадка убирается силами нашего мб у и помощь оказывают наши спонсоры и это конечно результат работы именно вот такого совместного действия да мы хотели показать что любую точку напряжения а ведь мусорная свалка это было действительно такая сумасшедшая точка напряжения никому не нравилось рядом с ней жить это хорошие дома прекрасные дома и конечно сложно представить что полтора года назад здесь была свалка мусора то есть она не только портила внешний вид но и наверное в целом ситуация была не самая благоприятная но и вот мы хотели доказать что совместными усилиями можно убрать точку напряжения и создать точку притяжения для всех жителей одинцовского района и это получилось давайте может быть пройдемся покажем на это действительно очень большая она занимает вот и здесь поместилось абсолютно все и вы видите даже по сезону у нас есть с вами и летний батут и цветы которые действительно это сезонное явление то есть зимой мы убираем наша елочка центральная композиция где мы празднуем новый год наши дети водят караводы плюс здесь даже есть стул для настольных игр 4 стула да пожалуйста шахматы домино это любимый вид спорта для наших жителей после футбола конечно корзины с цветами но я так понимаю что жители тоже участвуют да да только совместно создавая можно достичь вот такого результата на подобных была вот но как бы просто так относилась к таким вот площадкам а вот здесь вот мне больше всего понравилось потому что здесь как бы больше более интересно за городом необычно владимир владимирович площадка получилась не просто разбитым на несколько зон она еще и каскадами то есть уровне и каждый уровень занимает свою зону свою форму имеет до прежде чем приступить к строительно монтажным работам действительно работали проектировщики и я вам хочу сказать были в составе этой группы и профессионалы но прежде всего было мнение наших жителей мы видели географию этого участка видели эти перепады был изначально уклон был уклон поэтому мы сразу решили что каждая ступень это своя определенная зона и да действительно получилось у нас парковая зона где вот сад прекрасный яблочный здесь вот игровая зона и следующий перепад это зона воркаута то есть удобно и для наших скейтбордистов и удобно для тех кто на роликах и для прогулок ну в принципе один из немаловажных вопросов это вопрос безопасности вот насколько все оборудование соответствует всем требованиям современным насколько она действительно безопасно да оборудование и это общее требование и у нас поселение в районе все оборудование должно быть сертифицировано но а с точки зрения самой безопасности вы видите весь периметр у нас накрыт осмотром видеокамер все действия происходящие на площадке записываются хранятся в компьютере более 30 дней случае какого-то чп всегда можно просмотреть но у нас слава богу все хорошо и система есть но пока мы ей скажем так не воспользовались ну и слава богу владимир владимирович я знаю что сельское поселение успенская это спортивная территория у вас очень много знаменитых спортсменов очень много спортивных сооружений и конечно же наверно воркаут и здесь пользуется популярностью ну вот она площадка воркаута расскажите об этой зоне да это любимая зона для наших малышей и для их пап потому что папы могут показать пример для своих деток в спортивном воспитании мы видим здесь полностью профессиональное оборудование сертифицированное где есть и турники и кольца и специальные лежанки для прокачки брюшной полости у нас папы все с прессом вот входят здесь населенном пункте есть у нас и брусья вот и шведские стенки но на самом деле я хочу сказать что поначалу все относились к воркауту с юмором но соревновательный дух и спортивный образ жизни свое дело берут и на самом деле наши мужчины когда стемнеет приходят чтобы их пока не видели в начальном этапе и здесь подтягиваются тренируются но и потом выходит уже на такое дневное время на самом деле имея такую площадку она дает возможность да это просто кощунство не воспользоваться не прийти сюда и не заниматься и на самом деле приходит и действительно приходит с детьми потому что дети видя пример родителей тоже вовлекается в спорт и именно такой вот здоровый спортивный образ жизни владимир владимирович будут ли еще такие точки переформатированы в вашем поселении если еще может быть какие-то планы на будущее где такие оазиса тоже могут появиться вместо свалок или заброшенных каких-то сооружений бесхозных мы стараемся конечно каждую точку напряжения привести в надлежащий вид с точки зрения комфорта проживания да у нас впереди огромнейшая работа в поселке горки 10 вы знаете что у нас андрей юрьевич воробьев подписал 9 гектара лесного фонда передал под парк поселка горки 10 мы планируем сюда выделение финансовых средств сейчас завершаем работы по проекту освоения леса конечно честно сказать наши жители в прошлые периоды жизни данному участку относились не совсем скажем так дружелюбно сейчас там находится более 50 гаражей заброшенных строений там более трех тысяч кубов мусора которые конечно же надо убрать на первом этапе мы это планируем сделать восемнадцатом девятнадцатом году и как только мы создадим проект с участием наших школьников родителей и всех жителей поселка горки 10 когда мы поймем все функциональные зоны будущего парка то мы приступим уже к освоению этой территории но самый первый этап и самый важный этап это конечно же убрать мусор сделать тропиночки чтобы люди поверили что лес может быть настоящим парком и вот такой вот точкой притяжения вы готовы к тому что создав такой парк конечно он не будет в прямой конкуренции лазутинки да но тем не менее он притянет огромное количество желающих пройтись прогуляться по нему готовы ли вы к приезду гостей ну собственно это и есть цель создания этих парковых групп конечно в первую очередь мы понимаем что это наши жители это их повседневная жизнь это их отдых но если будет к нам приезжать гости мы будем всегда рады и вы видите даже на примере этой площадке что здесь не только местные жители но приезжают и гости на летний период и вы видите вреда это не приносит то есть люди с удовольствием видят когда красивые такие вот площадки они относятся бережно и нам очень приятно когда они возвращаются в мегаполис и говорят мы были в деревне и здесь были лучшие площадки возможно даже лучше чем мегаполисе но нам это всегда приятно на этом не останавливать продолжаете работать принято конечно в нашем детстве мы могли только мечтать о таких детских площадках и сейчас сложно устоять и удержаться того чтобы не сесть и не покачаться что я с удовольствием и сделаю у меня есть небольшой перерыв в съемках поэтому насладимся прекрасным видом чистым воздухом и качелями оставайтесь на нашем канале приезжайте в сельское поселение успенское деревне уборы гуляйте дышите свежим воздухом дети ваши могут попрыгать на батуте пока вы займетесь спортом на площадке с воркаутом но мы отправляемся дальше владимир владимирович буквально отошли несколько шагов от детской площадки а здесь работа тоже кипит что здесь происходит что это за строительные работы что здесь благоустраивает дамаш у нас на территории сельского поселения успенское присутствует 28 дворовых территорий и здесь в селе уборы одна из дворовых территорий и хочу сразу сказать у нас в уборах в основном частный сектор и вот один многоквартирный дом номер один которым 16 квартир и вы знаете программа губернатора андрея юрьевич воробьева благоустройство дорогих территорий и мы видим воплощение этой программы даже здесь таких удаленных населенных пунктов где абсолютно не преобладает многоквартирные дома здесь в рамках этой программы проведены все конкурсные процедуры и мы с вами видим начало строительного этапа когда компания подрядчик вышла на строительно-монтажные работы мы конечно честно скажу рады за жителей этого дома компания надежная уже в течение двух дней они провели планировку сейчас готовится территория под посев газона здесь будет разбиты цветники тротуарные дорожки мы территорию этого дома интегрируем с территории нашего сельского маленького дома культуры сделаем ограждение и собственно говоря наши дворовые территории это было и есть визитная карточка поселения и нам буквально через несколько недель не будет стыдно и за эту территорию здесь появится и уличное освещение плюс мы попросим управляющих компанию привести фасад этого дома в порядок и людям будет комфортно продолжать жить на этой территории ждем приглашение на открытие хорошо спасибо спасибо вы смотрели программу реальный кадр оставайтесь на нашем канале пока